Высший антикоррупционный суд Украины возглавила Елена Танасевич. На собрании судей за нее отдали 23 голоса. Тайное голосование затянулось на несколько часов. Почему так тянули? С выбором? Расскажет корреспондентка ЮЭТВ Ольга Михалюк. С утра судьи антикоррупционного суда собираются на свое первое собрание. Журналисты наблюдают за заседанием через экран конференц-связи. Основная цель – избрание председателя антикоррупционного суда. Каждый из 38 судей должен отдать свой голос за коллегу. Выборы – тайным голосованием. Победитель должен набрать более половины голосов. Казалось бы, понятная процедура у судей занимает 6 часов. Победителя выбрали только после третьего голосования. Председателем антикоррупционного суда становится Елена Танасевич – судья из Харькова. Все полномочия определены законом Украины о судоустройстве и статусе судей. Также они прописаны в законе о высшем антикоррупционном суде. Зарплата также предусмотрена законом Украины и приравнивается к ставке судей апелляционной инстанции. Немного сложно делать прогнозы на будущее. Неизвестно, какие проблемы возникнут и какие будут пути их решения. От себя могу добавить. Сделаю все, что от меня зависит. Для того, чтобы суд работал успешно. Антана Танасевич закончила Харьковский национальный юридический факультет имени Ярослава Мудрого. Имела опыт работы адвокатом и помощником судьи. Работала в Печенежском суде Харьковской области. Кандидат юридических наук. Во время конкурсного отбора на должность судей высшего антикоррупционного суда показала лучший результат. Ольга Михалюк, Игорь Каркадым, UATV.